Всем привет! Мы рады видеть вас на нашем канале с новым видео, в котором мы расскажем и покажем работу ASIC of WhattsMiner с нашей новой прошивкой. Мы продемонстрируем возможность устройств, проверим разгон и нюансы в работе. Также мы попытаемся разобрать все моменты, начиная от проживки ASIC до его настройки и запуска в работу. Итак, начнем. В самом начале вам необходимо зайти на наш сайт bixbit.io и перейти на вкладку прошивки. На этой странице вы можете ознакомиться с краткой информацией по прошивкой и обязательно подписаться на наш канал техподдержки в Telegram. Чуть ниже находятся сами прошивки, которые разделены по производителям ASIC of это Bitmain и WhattsMiner. В этом видео мы будем рассматривать прошивки WhattsMiner, поэтому опускаемся немного ниже и здесь у нас несколько вариантов. Прошивки для ASIC of 20, 30 и 50 серии. Это значит, что если у вас модель ASIC M20s, то вы скачиваете прошивку для 20 серии, если же у вас ASIC M31s, то вы скачиваете прошивку для 30 серии соответственно. Чуть ниже на странице расположены еще отдельные прошивки для блоков питания, но к этому вопросу мы вернемся позже, когда будем рассматривать погружение ASIC of в жидкость. Что касаемо самой установки, то здесь нажимаем подробнее на необходимой для вас прошивке. Вы перейдете на страницу по конкретной версии и здесь обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Мы сделали все так, что можно просто двигаться по инструкции и в ней есть активные ссылки на все необходимое для прошивки ASIC, которые выделены синим цветом. Также ниже вы можете скачать дополнительно подробное руководство по установке. Ну а сейчас мы пройдемся по краткой инструкции на странице сайта, чтобы наглядно все показать. Для установки прошивки мы будем использовать ASIC M50. Это устройство мы для начала запустим на воздухе и пройдем все пункты по инструкции. Первое, что необходимо нам сделать, это скачать утилиту Watsminer Tool. Далее мы будем ее использовать и разберем некоторые моменты, но рекомендую изучить ее, так как она поможет в работе с ASIC. Скачать актуальную версию вы можете, кликнув на ссылку на сайте. После скачивания распаковываем архив в удобное место и запускаем. Далее нужно определить ASIC в сети. Это можно сделать с помощью любого IP-сканера или Swatsminer Tool. Если вы уже знаете адрес своего устройства, то вам просто необходимо добавить диапазон сканирования сети утилиты. Смотрим, как это сделать. После добавления нажимаем кнопку старт и находим ASIC в рабочем окне. Далее на сайте скачиваем нужную прошивку соответствующую модели ASIC. В нашем случае это M50, то есть прошивка для 50 серии ASIC. После загрузки заходим в Watsminer Tool, выбираем наше устройство и нажимаем Upgrade. Далее выбираем нашу прошивку и нажимаем Start Upgrade. После этого дожидаемся установки прошивки. В столбце статус будет соответствующее отображение и ASIC начнет работу. В случае если ASIC не прошивается через Watsminer Tool, необходимо прошить его с помощью SD-карты. Как это сделать вы можете посмотреть в инструкции или по видео на сайте. После процесса записи сервисной прошивки на ASIC через SD-карту нужно зайти в Watsminer Tool и прошить его уже нашей прошивкой, как было показано ранее. Отдельно остановимся на прошивке блока питания ASIC. Это необходимо сделать, если вам нужно погрузить его в жидкость. Прошивка для блока питания необходима лишь для отключения проверки вентилятора. Для этого в веб-интерфейсе уже прошитого ASIC. Заходим на вкладку прошивки блока питания, нажимаем Upgrade и подтверждаем. После ждем пока установится прошивка. Когда блок прошьется, вы можете удалить вентилятор, который находится внутри. Также при прогружении необходимо будет удалить и вентиляторы самого ASIC. Если после прошивки блок питания все же будет выдавать ошибку по вентилятору, то рекомендуется использовать эмулятор вентилятора. Итак, прошивка установлена и ASIC готов к работе. Сейчас хотелось бы поговорить о возможных вариантах, как действовать по разгону. Первый вариант это ASIC с тремя хеш-платами и родным блоком питания. Охлаждать можете как на воздухе, так и в жидкости. В этом варианте вы сможете получить до 7-15% к производительности, увеличив лимит потребления блока питания до 3900 ватт. Но и здесь необходимо понимать, что все очень зависит от самой модели ASIC. Второй вариант это вариант 1 плюс 1 равно 3, а именно использование ASIC с двумя хеш-платами и родным блоком питания для их разгона. При этом мы получаем из двух ASIC 3 и разгоняем каждый практически до стоковых значений. Этот вариант хорошо работает с иммерсионной системой охлаждения, при этом вы получаете хорошую экономию на самих майнях, что тоже очень приятно. Ну и третий вариант самый интересный это использование дополнительного блока питания. Здесь мы можем получить прирост производительности и в 50 процентов. При этом его можно использовать как на воздушном охлаждении, так и в жидкости. Как это сделать мы рассмотрим далее. Для начала разберем, что нам нужно. Комплект проводов нужного сечения с наконечниками. Шина для подключения плюсовых клемм. Винт для соединения клемм. Ну и сам дополнительный блок питания. О нем мы поговорим немного позже. Ну и конечно же вам необходимо будет обязательно скачать прошивку для работы ASIC с дополнительным блоком питания с нашего сайта и установить ее на ваш ASIC как это было показано ранее. То есть сразу устанавливаем нужную прошивку на устройство и потом начинаем подключение по ASIC. Сейчас остановимся подробнее на блоке питания. Первое на что необходимо обратить внимание это напряжение штатного блока. Есть устройства которые работают от блока питания на 12 вольт, а есть модели работающие с блоком питания на 14 вольт. Это легко определить посмотрев на сам блок на наклейки с техническими параметрами. При этом смотрим на величину с большим количеством ампер. После определения необходимого напряжения мы можем перейти к выбору дополнительного блока питания. По мощности нам необходим блок от 2 киловатт, при этом у него должна быть возможность подключения отдельных проводов, например как у этого. Остальные критерии выбора, такие как габариты, производители и так далее, могут оставаться на ваше усмотрение. Теперь перейдем к подключению. Мы пройдемся в общих чертах по инструкции, а уже более подробное видео с пошаговым подключением вы найдете на странице с прошивкой для дополнительного блока на нашем сайте. Для начала снимаем контрольную плату и отключаем все провода. Далее откручиваем плюсовую шину и один из винтов на нулевой шине в зависимости от стороны подключения дополнительного блока. Плюсовую шину нам необходимо либо обрезать, удалив ненужные контакты, либо использовать кастомную, как показано на картинке. Минусовую шину мы оставляем как есть. Далее на дополнительный блок питания подключаем провода, то есть соединяем свободную хеш-плату с дополнительным блоком. Обратите внимание на подключение минусового контакта. Если длины штатного винта не хватает, то для лучшего соединения необходимо использовать более длинный. В подключении важно также соблюсти полярность и не допустить замыкания контактов между собой. Также смотрите по расположению блока питания, чтобы было удобно по подключению питающего кабеля. Когда дополнительный блок питания подключен, можем переходить к запуску и разгону. Мы это будем делать в жидкости и посмотрим, какой максимум удастся получить. Для примера мы возьмем разные модели 20, 30 и 50 серии. Включаем асики и переходим к их настройке. В данном случае мы покажем настройку на асике M50. Для разгона устройства мы переходим во вкладку Overclock и здесь можем выбирать либо готовые профили, либо вводить настройки вручную. Профили для разных моделей будут постепенно добавляться с обновлениями прошивок, но мы покажем как вводить настройки вручную. Основным параметром для разгона являются частота, напряжение и лимиты по мощности блока питания. Эти параметры мы и будем изменять. Остальные значения указаны по умолчанию и их можно оставлять как есть. Для определения необходимых значений нам нужно ориентироваться на стоковые значения майнера. Смотрим на рабочую частоту, напряжение и потребление. Далее изменяем в настройках частоту, изменяем значение искомого напряжения и значение минимального и максимального напряжения. В этих значениях мы делаем небольшие отклонения от искомого в меньшую и большую стороны соответственно, чтобы у асика при подборе параметров была возможность выбора значений из диапазона. Не рекомендуется брать большой диапазон, так как в таком случае ASIC будет долго подбирать необходимые значения. Особенно это будет проблемно для майнеров 20 серии, так как контрольная плата у них более старая и не такая производительная по сравнению с новыми моделями. Ну и по лимитам мощности мы вводим для родного блока питания значения Power Limit и Power Max. Здесь подставляем значение по лимиту в 3900 Вт, а по максимальным мы уберем на 200 Вт больше, то есть 4100 Вт. Это стандартные величины, которые можно выжать из родного блока питания. Итак, настройки введены, нажимаем применить и ожидаем пока ASIC выйдут в рабочий режим. Ну что ж, устройства вышли на полную производительность и теперь смотрим на показатели. М50 173 ТХ и потребление 6046 Вт. М30С плюс 152 ТХ и потребление из розетки по двум блокам питания 6209 Вт. М20С 103 ТХ и потребление из розетки 6382 Вт. По результату у нас получается М50 в стоке идет на 120 ТХ и разогнали мы до 173, то есть плюс 44%. М30С плюс в стоке идет на 100 ТХ, разогнали мы до 152, то есть плюс 52%. М20С в стоке на 68 ТХ и разгон до 103, это плюс 51%. Как видите, все работает и мы получаем значительный прирост по производительности. Отдельно хочется сказать по потреблению при таком варианте разгона. Значение по мощности, которое отображается в веб-интерфейсе ASIC не соответствует показанной производительности здесь же. Наша прошивка позволяет ASIC работать с дополнительным блоком питания, но не отображает по нему потребление, поэтому нужно смотреть на то, что получается из розетки. В наших предыдущих коротких видео мы показывали именно на величину разгона, которую можно было получить. Сейчас мы разъяснили по фактической мощности. Также мы хотим обратить ваше внимание на то, что в скором времени в нашей системе мониторинга AMS будет добавлена поддержка ASIC в AdsMiner, что сделает для вас работу с устройством еще более удобной и быстрой. Вы сможете делать различные настройки, получать уведомления о работе и изменениях на устройствах, легко управлять большим количеством майнеров, видеть по ним статистику и множество других полезных функций. Все это скоро будет доступно для вас. Как видите, с помощью нашей прошивки мы смогли получить значительный прирост производительности по ASIC в AdsMiner, разогнав их более 50% от стока. Все то же самое вы можете сделать своими устройствами, чтобы получать дополнительную прибыль. Вам лишь нужно скачать и установить прошивку с нашего сайта и действовать по указаниям на видео. Также на сайте вы сможете найти инструкции и полезные ссылки для скачивания. Если вы в чем-то не разберетесь и у вас возникнут сложности, то вы всегда можете написать в наши официальные каналы по техподдержке прошивок в Telegram, BixbyDev и BixbyDev.ru. Ссылки на них вы найдете в описании, переходите и подписывайтесь. Ну а на этом у нас все. Всю полезную информацию вы сможете найти внизу в описании, переходите и смотрите. Ну и конечно же оставляйте свои комментарии под видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе событий. До скорой встречи на нашем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok